Привязали за руки, подвесили, а так назад, начали избивать. С первого дня вторжения российских купантов Олег и его большая семья старались не появляться на улице. Иногда с балкона видели, как по поселку двигалась многочисленная вражеская техника. И ходили российские военные с автоматами наперевес. 17 марта во двор его дома въехал БТР с двумя десятками вооруженных солдат. Они заскочили, положили нас всех на землю. Даже четырехлетнего ребенка тоже положили на землю. Задали вопрос на меня сразу, фамилия, я сказал, Деяло. Они сказали, да, это он. Ну и нас завязали глаза, завязали руки сзади. И забрали меня, сына и племянника, забрали, посадили в какую-то машину, потому что дальше я уже ничего не видел. И привезли на подвал. Пыточные военнослужащие оборудовали в подвале здания железнодорожного вокзала. Олег рассказывает, российские оккупанты избивали пленников, не переставая. Что именно хотели узнать, было непонятно. Уверен, били просто, чтобы причинить боль и унизить. Вспоминает мысли на себя, настраивал на то, чтобы выдержать все пытки. Начали колоть мне какие-то уколы ноги. Ну и избивали, говорят, мы отобьем тебе мясо от кости, чтобы ты дальше был инвалидом, и руки, ноги там отрежут, и все такое. Они удивлялись, что наш украинский народ, он незламный, можно сказать. И все. Вот они все ждали, покуда там обмочится человек или еще что-то. Олег стойко переносил все пытки, поэтому тюремщики стали шантажировать его детьми. Они сказали, что сейчас привезут мою 17-летнюю дочь, будут развяжут мне глаза и будут насиловать ее прямо, ну, кучей там. И все. Это будет на моей совести. Ну, слава богу, они этого не сделали. Потом мужчину снова отвели в подвал и на его глазах стали избивать сына. Я кричал, что сын у меня с двух с половиной лет, он инвалид детства, ему сейчас 29 лет. Ну, у него эмофилия, плохая саморачивающая кровь. Я просто просил не бить его, бейте меня, скажу, ну, сына не трогайте. Вместе с ними в подвале находился парень, который служил в АТО. Именно таких искали российские военные, когда пришли в поселок. Этот человек просто вот, он вот так от меня опирался, поднимался и говорит, отец, надо спасать детей. Ну, и он встал и говорит, слава Украине. Ну, эти уроды начали бить его. Били его очень сильным. И мы так по очереди поднимались и говорили это. Их это очень сильно бесило. Что с этим человеком сейчас Олег не знает. Его сына и племянника продержали четверо суток. Мужчину отпустили только через 8 дней. Перед этим российские оккупанты пытали его током. Великое, великое божание у меня. Большое, большое желание у меня дожить до победы, чтобы полностью Украина освободилась. И Донбасс, чтобы наш был. И Крым, чтобы наш был. Евдокии Семеновне 97 лет. Она пережила две оккупации. Во время Второй мировой войны поселок Казачий Лопань был захвачен немцами. В этом году с февраля по сентябрь бабушка Евдокия с ужасом наблюдала российскую оккупацию. Уверяет, немцы вели себя лояльнее. Ну, такого зверства. Такого зверства, как россияне творят, такого тогда не было. Дома не грабили, людей не убивали. Как вели себя российские солдаты. Я никогда не думала, что они по-зверски относятся к украинскому народу. По-зверски. Женщина 30 лет проработала школьной учительницей. Рассказывала детям, как тяжело было выжить во Вторую мировую войну. Казачья Лопань во время немецкой оккупации выстояла. Поселок был целый, его не разрушили. Сейчас российские солдаты практически камня на камне не оставили. Чтобы вызвать ненависть людей к Украине, они сами стреляли по Казачьей Лопани. Ставили орудия вот там, на фабрике. И наши видели, что они разворачивают орудия и стреляют по Казачьей Лопани. Но стреляют не там, где они размещаются сами, а стреляют по той части, где их нет. В её доме был обыск. Множество солдат осматривали каждую комнату. Лазили даже на чердак и в погреб. К нам в переулок заехал танк или БТР, и на нём сидит солдат. Автомат наставил впереди себя на готовность стрелять. По домам ходили у нас. В наш дом вошли 14 солдат. У её сына и внука российские военные отобрали машины. Но бабушка Евдокия к этому отнеслась по-философски. Главное, говорит, что все в её семье живы. До февраля в Казачьей Лопани проживало более 6,5 тысяч жителей. После деоккупации людей осталось в три раза меньше. Точное количество погибших, пропавших без вести и депортированных в Россию пока неизвестно. Надежда Сухорукова, Андрей Домовой из Харьковской области для телеканала Freedom.